А сейчас Михаил Пуляев покажет еще один вариант, комбинацию приема, который он делал. Посмотрим давайте. Он уже знает, что я делаю бросок через спину. Уже знает, он на стоп. Я ему уже 10 раз повернулся. Осаживается уже, мне не дает. Вот руки меня контролируют. И сильно очень осаживается, у меня его нет смысла тащить на бросок через спину. То есть вы показываете сюда и делаете бросок под пятку. Здесь очень важно, чтобы второй соперник, партнер, помогал. То есть вы делаете сюда, он осаживается. И вы вымиваете эту руку. Сейчас покажу. Вот он здесь. Вы получается эту руку тянете сюда, это то, что вы вымиваете ногу. Вот, начните вот с такого вот. Соперник вот так встал, чуть назад. И вы выбиваете ногу, эту руку вниз, а эту туда. Эту сюда, эту туда, эту ногу выбиваете. Попробуйте. Михаил, это уже вы показали сейчас на реакцию партнера, когда на бросок через спину, который вы для этого показали. Такой вариант проходил у вас на соревнованиях? Походил. Здесь именно вы заранее готовились к этому варианту? Или вы, это уже как по интуиции, то есть вы делали через спину, он вот так осаживался. Или вы пугали его через спину? Каким вариантом? Когда, когда пугаю, когда уже на автоматизме ты, он себе реакцию дает, ты его выбиваешь ногу. Вообще, вот этот принцип реакции, насколько часто вы использовали его в своей борьбе? Ну я не так часто, как хотел. Я иногда получал. Вот это все. Вот это все. Спасибо. 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 Сначала. Сначала. Сюда, вот. Сюда, вот. Вот. Потом удеваем. Потом удеваем. Ты, если к тому, что только надо... Портверку мордальку чуть-чуть стали, назад. Не надо ногу отнимать. Отпаляйте его. Сейчас он назад идёт. Потом будешь сюда, вот, да. Давайте еще соберемся. Здесь главное нагрузить ногу вот эту, ну или вот эту, под которую сечете, ее нужно ногой нагрузить, вот, чтобы она у него была нагруженной, потом выбиваете. Выбиваете и туда этой рукой до дороги. То есть вот он осел, вы эту руку сюда убиваете и потом... И очень важно, чтобы, ну, самперник ваш, он вот делает. Не надо мне, когда я ему делаю, ногу вот так поднимать. Вот осели вот так. Помогайте своему, партнеру. Вы сразу можете встать. Да, вот. Сюда нагружаете, взбиваете вот сюда. Михаил, вы сейчас сказали такую фразу «помогать своему партнеру». Насколько это важно в тренировочном процессе? Ну, когда они дети только учатся, им уже нужно, как бы, основу познать. А вот уже, ну, допустим, в сборной России вы помогаете друг другу? Тоже, конечно, сказали. Да, если я буду сопротивляться, у него ничего не получится. Он же подворачивается. Мы должны себя в отработке чуть-чуть друг другу помогать. А не может ли произойти так, что, когда мы помогаем во время тренировочного процесса, в соревновательном процессе… Не будет получаться? Нет, отложится у меня механизм помощи, и я буду сам падать. – Вы когда боретесь, вы же по-другому совсем думаете. – Нет, просто вопрос. – Нет, если вы будете тренироваться, то ничего у вас не будет, не переживайте. – Все нормально? – Да, надо помогать. – Хорошо. Итак, Михаил Куляев, надо помогать друг другу. Тренировочный процесс продолжается. Мы находимся в городе Солнечногорск, в спортивном клубе «Кандах ТАК», где Михаил Куляев проводит свой мастер-класс для юных джидалистов этого клуба. «Кандах ТАК»